Мы рады приветствовать вас на нашей дискуссии. Конечно же, тема предоставления или получения второго гражданства, либо резидентства за инвестиции, становится все более и более актуальной в свете существующей и сложившейся ситуации, которая диктует необходимость для многих заинтересованных бизнесменов, состоятельных лиц и заинтересованных граждан Российской Федерации, возможно, граждан государств бывших союзных республик, получения подобного права, если угодно, для того, чтобы они могли без ограничений не только совершать перемещение по миру, преодолевать возникшие или в будущем, которые могут возникнуть дополнительные препоны в виде административных границ, а также планировать, собственно, свое будущее в трансграничном контексте. Исходя из той ситуации, которую мы видим в настоящий момент, мы можем однозначно свидетельствовать о росте интереса к этому вопросу и можем говорить о том, что действительно в настоящий момент мы видим все больше и больше запросов со стороны русскоязычной аудитории, того населения, которое, в общем-то, составляло ранее Советский Союз, собственно, также наших прибалтийских друзей, собственно, и также даже проживающих русскоязычных друзей из Нового Света. Мы, в общем-то, видим в контексте, собственно, текущей ситуации, что ситуация в Соединенных Штатах, в Центральной Америке, она оставляет для многих и предъявляет новым, в общем-то, реалиям требования нахождение новых возможностей и способов сохранения не только безопасности, но и возможность планирования и сохранения своих накоплений и приумножения своих капиталов и средств. В этой связи, конечно же, вопрос получения гражданства и резиденства за инвестиции, он становится все более и более актуальным. Безусловно, здесь существует очень много сторонников за и сторонников против данной, в общем-то, концепции. Опять исходя из того, что теоретически, конечно, мы все понимаем, что институт гражданства, он, конечно же, и является суверенным, в общем-то, институтом государства, и нужно не забывать, что, конечно же, в отличие от резиденства и различных форм прав в виде вида на жительство или постоянного вида на жительство, это, конечно же, институт, который состоит из совокупности различных прав и, конечно же, обязанностей. Когда, в общем-то, мы сталкиваемся с так называемыми рекламными источниками либо, собственно, лицами, которые являются профессионалами на рынке данного, в общем-то, вида, мы зачастую опускаем такие детали и, конечно же, впоследствии мы можем сталкиваться с различного рода вопросами, которые мы сегодня, которые мы, эксперты, в каком-то области разобрать и, собственно, отметить тот, в общем-то, весь большой объем информации, которая должна быть изучена заинтересованными лицами, чтобы впоследствии они, конечно же, не получали от того большого пласта проблем, с которым они не предполагают встречаться, когда они готовы, собственно, инвестировать либо предоставить большое количество средств, которые являются их накоплениями для того, чтобы сначала обеспечить свое будущее, но впоследствии, чтобы это будущее не сыграло с ними, будем говорить так, не совсем предсказуемую, в общем-то, не разыграло, непредсказуемую какую-то, в общем-то, такую сюрпризную ситуацию. В этой связи, конечно же, я хотел бы предложить начать обсуждение с такой деликатной темы. А как вы считаете вообще, правильнее, в принципе, государство продавать гражданство или резидентство? И вообще не является ли это аморальным? Потому что, конечно, с одной стороны, государство получает новые источники доходов и, собственно, получать новые, так сказать, вливания в лице благоприятных нерезидентов и тех лиц, которые могут принести свой вклад в развитие государства, инфраструктуры. То есть это очень интересный момент, действительно. А нельзя же качать, мягко говоря, нефть исключительно и выводить все средства из государства, к которому ты должен, мягко говоря. Ну, я не хочу претендовать на роль того человека, который делал подобные заявления уже вчера, но действительно мы же должны понимать, что даже покупая гражданство за инвестиции, оно должно получать возможность, конечно же, понимать, что оно должно интегрироваться в общество и должно соответствовать тому уровню, к которому оно стремится. Давайте я начну. Не как адвоката, а как преподавателя международного права МГУ. У нас в курсе международного права есть тема населения в международном праве, гражданство в международном праве. Там теория очень простая. Все вопросы гражданства каждое государство решает самостоятельно. То есть никакого международного регулирования здесь нету, и эти вопросы, они исключительно находятся во внутренней компетенции того или иного государства. То есть каждое государство само решает, кого оно делает своим гражданином, при каких условиях, в какое время, какой срок там нужно прожить и так далее. То есть с чисто юридической точки зрения я ничего негативного не вижу возможности государства, называя все своими именами, продавать паспорта, ну или выдавать их в рамках инвестиционного гражданства. Алексей, может у вас другое мнение? Нет, ну здесь сложно, спасибо, здесь сложно спорить с юридической точки зрения. Действительно, это внутреннее право любого государства. С другой стороны, тоже можно сказать, что, в общем-то, на мой взгляд, субъективные большинство этих программ продиктовано чисто экономическими соображениями отдельных государств, включая, на самом деле, очень развитые, как то, Великобритания, да, просто там вопрос входного билета, да, стоимости его. Вот. Далее можно много судить. Мне очень понравился заход Александра с точки зрения моральности или неморальности продажи гражданства. Учитывая, что мир стал достаточно уже давно совершенно прозрачным и с точки зрения передвижения, с точки зрения общения, в принципе, вопрос гражданства, ну, такой, все более, ну, можно сказать, с одной стороны, номинальный, с другой стороны, конечно, вопрос доступности проживания в других странах очень тесно связан с вопросом, как правильно сказать, ассимиляции с местными культурами, с местными нравами и социальными устоями. И то, что мы сейчас во многих странах видим, конечно, этого не происходит. И вопрос доступности проживания, вопрос доступности передвижения совершенно не означает вопрос, ну, правильного и корректного, может быть, социального сращивания с местными и общинами, устоями и так далее. Вот. И мы видим на этой почве массу как-то там вопросов. Я сейчас не буду там говорить каких-то конфликтов. Вот. И, на мой взгляд, это достаточно большая проблема даже для очень состоятельных людей, которые могут себе позволить, ну, скажем так, бытовые вопросы все решить с точки зрения вливания в местный, как бы, местный слой. Вот. Но, конечно, социальные вопросы, они очень большие, включая юрисдикции такие вроде как наши, как Кипр, да, вроде как наша республика 16-й исторически. Вот. Вот мы очень много видим людей, которые с кипрскими паспортами и которые переехали на остров, ну, до сих пор живут с такой обособленной общиной, и, конечно, их ни греческая, ни местная кипрская диаспора к себе не принимает. Это, на мой взгляд, большая проблема для тех, ну, и там большой вопрос для тех, кто выбирает себе, ну, там, паспорт. Надо говорить про ВНЖ, мы говорим сейчас про гражданство фактически, да? Понятно, понятно. А если мы говорим, собственно, о ситуации, которая существует в рамках Европейского Союза, мы отлично понимаем, что созданием единого вот этого глобального пространства все-таки не только государства, соответствующие права и свободы, но и, конечно же, уже на уровне Европейского Союза возникает новое, и возникло новое право на свободу перемещения и проживания. Конечно, отлично, что жительство, то есть, которое проявляется в этом времени, дает возможность без препятствия проживания в другом государстве члене и, соответственно, ведения там деятельности. Мы касаемо гражданства. То есть мы отлично понимаем, что раньше, до 2018-2019 года, активно там интересовались Мальтой, активно интересовались даже Кипром, для того, чтобы получить гражданство Мальты и Кипра, а жить, например, в Соединенном Королевстве, ну, которое ранее было государством членом, а в настоящий момент оно является, безусловно, уже практически независимым в этой сфере. Имеется в виду, что так беспрепятственно государства, члены, не могут своих граждан, мягко говоря, направлять до проживания на туманном альбюре. Вот, поэтому вот в этом контексте я понимаю отлично, что существует судебная практика Европейского союза, где прямо конкретно сказано, что данное право является неотъемлемым, то есть право союза, оно является второстепенным, то есть оно как бы предлагается к тому Евросоюзу, гражданином государства члена, уже по рождению или по натурализации. То есть по факту уже это дело рассматривалось давно достаточно, в связи с чем? В связи с тем, что там один из граждан третьей страны, то есть не входящий в Европейский союз, получил, восстановил гражданство республики, итальянской республики, и впоследствии, соответственно, у него появились возможности, и он с этим гражданством, обращаю внимание, стал жить не в Италии, а он приехал в Испанию, и там хотел осуществлять экономическую деятельность предпринимательства, ему сказали, дружок, а ты же, собственно, у нас приехал вообще из Италии, и вот в этой связи СОД ЕС, он предназал, что ограничения недопустимы, то есть в этой связи встает вопрос такой, необходим ли государством, членам, которые реализуют успешные программы гражданства за инвестиции, я, конечно же, отмечу, что в этом контексте я рассматриваю и Мальту, и республику Кипр как достаточно успешные программы, потому что у нас были какие, и болгарская, и болгарская программа, собственно, достаточно тоже промотировалась, но вот почему-то она не получила такого развития, ну, по ряду вопросов. Может быть, мы понимаем, почему-то, что там и вопросы в инвестиции, в облигации, вот в этой связи. Возвращаясь к тем, что должны сделать государства-члены, чтобы у Союза не было вопросов с таким государством по программам, потому что вот последняя утечка, которая произошла позавчера, то есть она по факту произошла 4 июня, то есть, заметьте, Кипр, никто, в общем-то, об этом не сказал, хотя, в принципе, по идее Кипр, ну, морально обязан был бы заявить об этом, собственно, и, собственно, в этом ключе, вот, и являть соответствующую информацию тем заявителям, которые, собственно, ну, работали, да? Вот как в этой связи, вот, что вы думаете? У меня ко всем, вот, коллегам данный вопрос. Могу я начать? Да, конечно. У любой формы общественных отношений есть две стороны. Первая сторона – это преимущества, плюсы. Вторая сторона – это более такая негативная сторона – это, в первую очередь, риски. Вот я юрист, адвокат, я как раз играю на стороне или в команде вот этих вот рисков. Вот как раз про это я пришел рассказать. Немножко начну с такой вот предыстории. К сожалению, придется, опять же, затронуть Кипр. Вот как мы все с вами знаем, ровно два года назад, в мае, в июне 2018 года, американская финансовая элита высадилась на Кипре. Загнала в одну комнату всю финансовую правящую элиту Кипра, закрыла дверь и объяснила им популярно на пальцах правила игры, которые сейчас нужно соблюдать не только Кипру, но и вообще всем. Правила игры, ну, я не знаю, я называю это правило трех китов. То есть, чтобы продолжать отношения с той или иной компанией, олигархом, бизнесменом, должны соблюдаться три правила. Во-первых, должны быть уплачены налоги, то есть, не быть никаких проблем, недоимок по налогам. Дальше, у человека должна быть, или у компании, чистая история по IML, FT, то есть, никаких претензий к происхождению капитала быть не должно. И третье, что самое интересное, это наши с вами любимые санкции. То есть, человек должен быть где-то там, как можно дальше от всех возможных санкционных списков, в первую очередь, от санкционного списка США. Почему? США – это ведущая экономика мира, это 24% мирового ВВП, это архитекторы мировой финансовой системы, поэтому нормы законодательства США о санкции, это просто глупо не соблюдать. Так вот, после вот этого визита последовали еще аналогичные визиты в Латвию, в Нидерланды в том же 2018 году. И что произошло за один год? То есть, вот с июля 2018 по июль 2019 председатель Центрального банка Кипра отрапортовал, мы за год закрыли 132 тысячи русских счетов. То есть, это россияне, это да, это компании, связанные с россиянами, это холдинговые компании. Именно вот поэтому недавно Владимир Владимирович Путин решил финансировать соглашение с Кипром, потому что Кипр попросту некому лоббировать больше на уровне администрации президента. То есть, раньше, да, многие защищали Кипр, теперь, ну да, еще немножко предыстории. Как мы с вами знаем, 2 августа 2017 года вступил в силу в США закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Этот закон имеет вторую главу, там в качестве противника указана Российская Федерация. В этой главе есть статья 241, в соответствии с ней до 30 января 2018 года Конгрессу должен был быть представлен доклад о высших должностных лицах, олигархах и около государственных предприятиях. Ну, такой доклад был представлен, действительно, за 12 минут до вот дедлайна. И там как раз был перечислен этот список Forbes или 112 олигархов, которые якобы имеют связь с Владимиром Путиным. Значит, что произошло сразу же? Тогда же, 18-й год, все киприотские провайдеры, если они встречали фамилию в этом кремлевском докладе, они просто указывали на дверь россиянам. Пострадали очень крупные российские бизнесмены. Очень крупные. То есть, ну, самый известный кейс – это Олег Дерипаско. Им просто всем указали на дверь. Они в спешном порядке начали проводить реструктуризацию, выходить там из этих киприотских компаний, как-то там переоформлять на родственников. Но на Кипр обиделась российская правящая элита. То есть, опять же, повторю свой тезис, лоббировать интересы Кипра на уровне властей, высших властей Российской Федерации, стало некому. Ну, теперь давайте вернемся к этим правилам игры. Спасибо, Александр, что пригласили на это мероприятие. Я в первую очередь специализируюсь на вопросах санкций и санкционного комплайенса. Санкции, наконец-то, уже в 2020 году, то есть после пяти полных лет жизни под санкциями, в нашей стране началось складываться более-менее адекватное понимание данного явления. То есть санкции – это нормы законодательства, американского федерального законодательства. Они также охраняются силой государственного принуждения. То есть кто нарушает определенные предписания, могут столкнуться с очень серьезной ответственностью. Ну, профильный закон предусматривает за один эпизод можно получить до 20 лет тюрьмы, штраф в миллион долларов или то или другое вместе. Вопрос такой. Я знаю, что граждане Израиля, собственно, те лица подсанкционные российские, которые находятся в списках, они являются гражданами Израиля. Есть такие. Но отмечу, что в списках американских гражданство Израиля не указано у такого лица. Я не могу его называть, но просто у меня вопрос такой. Вот это лицо, которое восстановило гражданство Израиля, оно, кстати, имеет и гражданство Кипра, и оно записано под ним в санкционных списках. Вот это лицо, как вы думаете, оно должно быть исключено из-под возможности использовать финансовую систему Израиля? Или, например, такое лицо как израилетяне, оно может пользоваться финансовой системой ЕС? Вот мне ваше мнение интересно. Здесь вот, да, я как раз не закончил свою мысль, санкции работают не потому, что за спиной у бизнеса, у банков, у страховых компаний, у фидуциарных компаний, инвест-компаний стоит вот этот вот ОФЭК, ну или Управление по контролю за зарубежными активами. Совсем нет. Сила санкций американских, они обеспечиваются в первую очередь банками. То есть банки находятся вот как раз на передовой соблюдении вот этих вот норм. Опять же, вот еще просто чуть-чуть теории. Санкции просты, как божий день. Есть список лиц, с которыми американским субъектом, ну или субъектом, чем личным законом является право США, запрещено вступать в финансовые и экономические отношения. То есть личная там дружба, пожалуйста, можно там в гости друг к другу ездить. Но в финансовые и экономические отношения американским лицам с ними вступать нельзя. Поскольку большинство банков мира, они либо американские, либо с американским участием, либо дорожат там корреспондентским счетом в США, ну или вообще дорожат американским рынком, большинство банков мира не заинтересованы в нарушении санкционного законодательства США в отношении своего клиента. Да, конечно, есть отдельная история с Израилем. Отдельная. Но обратите внимание, в этом году крупнейший израильский банк Хапа Алим получил штраф почти миллиард долларов США от американских регуляторов. То есть они закрывали глаза очень долго. Действительно, там в Израиле, там полный набор, полный букет, и обслуживаются и финансовые мошенники, и преступники, и люди с уголовной, и судимостью, и с уголовными делами все обслуживаются, и санкционные товарищи там имеются. Но просто в Израиле одна очень интересная особенность. Там репатриант, например, вот в России его зовут Вася Пупкин, а в Израиль он приезжает, и он берет себе израильское имя уже совершенно в другой транскрипции. Ну вот самый такой типичный пример был такой сенатор от Бурятии, Виталий Малкин. Вот когда он приехал в Израиль, он стал не Малкин, а Бен Бар. И, соответственно, совершенно другой человек, совершенно комплайнс израильского банка на такое закрывает глаза. Вот так это работает. С Кипром съезд все-таки сложнее. И мы с вами, коллеги, имеем шикарный прецедент 13 января этого года, Хельсинский районный суд, дело Бориса Ротенберга против четырех скандинавских банков. То есть там на одной чаше весов было нарушение права европейского гражданина на предоставление базового набора банковских услуг, нарушение его прав потребителя. Это вот было на одной чаше весов. На второй чаше весов уже сами банки положили доводы о своей экономической нежизнеспособности. Если они будут продолжать обслуживать Ротенберга, либо если они будут проводить его платежи, они попадут под реакцию властей США. Это могут быть санкции, включение в санкционный список, это могут быть крупные штрафы. И самое ужасное, чего они боятся, это отключение от мировой финансовой системы, ну то есть от долларовой системы. И банки доказали, это вот своего рода крайняя необходимость, что они, да, они не проводят платежи Ротенбергу, но благодаря этому банк, как экономическая единица, продолжает свое функционирование. Вот. Поэтому с санкционными россиянами, с проблемными россиянами вопрос решается на уровне банка. Да, Алексей. Коллеги, извините, Александр, что я тут в вашу епархию вторгаюсь. Я бы предложил все-таки, поскольку у нас ограниченное время, вернуться в обсуждение именно вопросов гражданства, поскольку здесь действительно очень много смежных вещей. Именно, и там, может быть, это самое важное. И я очень рад, что за последние годы там просто продавцы паспортов сменились на профессионалов по решению частных задач. Потому что действительно, если мы говорим о выборе гражданства, не говорим даже про ВНЖ, то люди преследуют, ну там, на мой взгляд, три глобальные такие цели. Одно – это свобода перемещения и проживание. И то, что действительно актуализировалось в последние, грубо говоря, шесть месяцев, такой вопрос стал совершенно другой. Причем в обе стороны. Как и те, кто хочет выехать в Россию, как и те, кто по каким-то причинам хочет покинуть страну. Второе – это такой, типа, запасной аэродром пусть будет. И третье – это все вопросы, связанные как раз с открытием счетов, с обменом информации, с РС, ну вот все эти вот темы, да. И они все решаются по-разному. Одно дело – просто положить там в тумбочку паспорт, чтобы можно было куда-то выехать. Другое дело – если я хочу открывать банковский счет и заявлять, что я не гражданин России, а гражданин Кипра, Израиля, Сан-Киссон-Невис, значит, чего угодно, и доказывать, что я там действительно проживаю, что я там налоговый резидент, чтобы информация по мне сгружалась не в российские налоговые органы, а налоговые органы другой страны. И эти вопросы, а, по-разному решаются, совершенно не всегда связаны напрямую с самим паспортом, потому что налоговое резидентство можно получить и по ВНЖ, и без ВНЖ, и, в общем, те, кто понимает, мы понимаем, что это не синоним. Если возвращаться, Александр, к вашему вопросу о Евросоюзе, о том, что действительно вот эта вся формация, которая прозрачная и более-менее прозрачная, граница и так далее, то, конечно, уже два года, по-моему, два года идет достаточно серьезная полемика. Все мы помним и знаем Веру Юрову, которая это инициировала, и, значит, в простонародье, значит, это говорится, что все эти инвестиционные паспорта это инструмент маниландринга и различного рода отмывания денег. Мы, как профессионалы, понимаем, что тоже напрямую к этому никакого отношения не имеет, то есть там прямого. Но так или иначе, это много уже лет достаточно и полемика, и влияние, и вот то, что высаживаются и на Кипре, и на Мальте, значит, эмиссары, которые говорят, следите, пересмотрите, да, и то, что Кипр говорит, да, мы будем пересматривать паспорта выданные, пока этого в массовом порядке не происходит, но это диалог, который идет. Конечно же, там, Европейскому Союзу не безразлично, кто получает доступ к проживанию и к правам, которые, значит, это общее пространство дает. Это вот, ну, возвращаясь к вопросу, что это там, безусловно, под контролем, и я уверен, что так или иначе, это, ну, в некотором смысле давление или влияние на страны, которые с помощью такого рода программ стараются поправить свои экономические показатели или свою независимость как раз от финансов Европоюза, оно будет продолжаться, и это совершенно нормально, поскольку это некое действительно общее юридическое и социальное пространство. Это так должно быть. Вот. Если же чуть-чуть, значит, просто там следующий был вопрос очень интересный про прям персону, которую нельзя называть. Тут, на мой взгляд, тоже все достаточно, ну, понятно и вне зависимости от его статуса и финансов. Если у человека есть юридическая возможность отхождения, пребывания в той или иной стране, к вопросу, опять же, что визы, долгосрочные визы, инвестиционные визы, их можно прервать, отозвать точно так же к ВНЖ. То, что говорит Кипр, я пока еще, опять же, коллеги поправки, я не видел еще кейса, чтобы отозвали гражданство, паспорт, потому что, в принципе, презюмируется, что когда человек претендует на инвестиционный любой другой паспорт, проходит серьезный комплайнс-чек, АМЛ, ну, вот, все-все-все вещи. И если любая страна, допустим, даже Кипр, признает, что они выдали паспорт, значит, недостаточно, если открылись потом какие-то факты, то есть уже выдали паспорт, а человек потом, ну, неважно, значит, стал санкционным или там где-то накосячил, это одно. А вот если страна признает, что ее авторизованные там органы-представители при проверке недостаточно хорошо провели эту проверку и допустили такого гражданина в ЕС, это, конечно, будет, ну, большой удар и по программе этой страны, и, в принципе, по самому, как бы, инструменту, да, вот этих инвестиционных граждан. Поэтому я думаю, что таких массовых, ну, как бы, историй быть не должно об отмене. Другое дело, что шаг вперед могут ужесточаться под влиянием европейских требований, ну, такие процедуры контроля. Вот. А Сергей, конечно, затронул очень большую тему, я почему просто попытался ее вернуть в гражданство, потому что, конечно, вопросы в основном связаны вот с тот пласт, про который последний я говорил там, про резиденство и про обмен информацией. Конечно, он в конечном счете завязан не на мой паспорт и не на мой ВНЖ, а на то, как я общаюсь с банком, как они меня рассматривают. И после вот этих выступлений Веры Юровой многие банки европейские, допустим, стали, глядя на клиентов, которые приносят паспорт из Мальты, Кипра и такого рода стран, поскольку им предписали дополнительный контроль, они сказали, как. Но многие банкиры, потому что у них реально большая ответственность, многомиллиардная, значит, перед органами, которые к ним могут прийти, стали, скажем так, если они видят бывшее гражданство России и при этом я приношу паспорт резидентства другой страны, от греха подальше я сгружу информацию в обе страны. И это, к сожалению, это не всегда как бы закон, это можно оспаривать, но такую практику в компании с департаментами банков мы просто на практике видим, потому что они не способны и не готовы проводить расследование, где я действительно проживаю, резидентство и Кипра, и Великобритании мне принести несложно, ответственность банка высока. Просто это достаточно большой пласт проблем юридических и практических обеспеченных, которые, наверное, выходят за рамки нашей сегодняшней дискуссии, поэтому давайте, наверное, програждаться. Хорошо. Спасибо. Ну, я бы хотел дополнить, что, безусловно, да, банки теперь обязаны, но обязаны не только потому, что там Вера Юрова об этом сказала, на самом деле, конечно же, вывышен доклад с начала Организации экономического сотрудничества и развития в 2018 году, где эти все программы гражданства и резиденции за инвестиции поименованы, и, безусловно, это не осталось без внимания, как правильно Алексей отметил, банковских финансовых структур, поскольку они под серьезными штрафами, я бы сказал, наверное, многомиллионами, с учетом того, что творили Соединенные Штаты и могут себе позволить, к сожалению, по сравнению с другими государствами мира, что действительно, ну, не буду рекламировать, Соединенные Штаты, несмотря на то, что являются имитентами основной резервной валюты и то, что там происходит, конечно, и мы знаем, что в этом году максимальное количество отказников в США по гражданству наблюдается, кстати, и должен напомнить, что один из основных интересантов с точки зрения населения и благосостоятельных граждан, это американцы, именно они являются покупателями, во-первых, гражданства соинвестиций Санкиц и Невис, это во-первых, а во-вторых, они уже являются участниками программы восстановления гражданства итальянской республики, говорят, порядка 60 миллионов, я боюсь даже эту цифру называть, американцев вправе восстановить гражданство итальянской республики, но не только, наверное, американцы, но, наверное, по всем и северным, и по Южным Америкам, особенно Южной Америке, куда, помните, в Аргентину в конце прошлого, не в конце прошлого, в середине прошлого века многие итальянцы поехали в Аргентину, там, в Южную Америку, и, собственно, да, безусловно, страны Латинской Америки, они имеют приоритеты, и испанская программа существует для так называемых сефардов, и португальская программа восстановления гражданства, конечно, это все требует интеграции и в части национального законодательства и обязательно натурализации, обычной натурализации знаний языков, но, в любом случае, многие американцы с корнями даже Греции, они пользуются активно этой возможностью, и вот недавно, например, один известный американский актер получил так называемое почетное гражданство Греции, но мы все понимаем, о ком идет речь, о любимом себе персонажи известного фильма Форест Гамм, вот они с супругой стали теперь гражданами Греции, чему они безусловно рады, потому что вся эта пандемия, которая сейчас сложилась в мире, она определила новые требования граждане США, так же, как граждане России, в принципе, ограничена возможность перемещения, ну то есть, это, конечно, взаимная мера, как американцам запретила ИЕС, США запретили американцам, граждане США не могут поедать в Канаду, канадцы не могут поедать в США, и вот эти вот интересные моменты решаются, конечно же, путем приобретения и получения различных, собственно, на второе гражданство. Нужно не забывать, что второе гражданство и резидентство являются достаточными ограничениями для того, чтобы занимать определенные должности на госслужбе, и это, безусловно, сейчас имеет серьезное значение даже для так называемых лиц, которые осуществляют экономическую деятельность в сфере госзакупок. Например, у нас кейсы были, когда лица, получившие гражданство за инвестиции Кипра, спрашивают нас, а как можно его приостановить, либо отказаться на время введения экономической деятельности в Россию, а впоследствии получить обратно. Да, это возможно, но это особый случай, и, безусловно, тут нужно очень-очень внимательно к этому подходить. Нельзя просто вытащить деньги, прийти и купить. Это очень серьезный процесс планирования, и, к сожалению, я не хочу, как говорится, бросать камень в коллег по бизнесу, я могу сказать только то, что не всякий отличный продавец любого продукта знает качество продукта, которые впоследствии могут быть организмом человека, который может быть непереносимым глютеном, лактозой, и, конечно, продавец этого может не знать, потому что заявитель нам скажет, а я не хочу этого говорить, потому что я так хочу этот паспорт. Ну, например, известный кейс с нашим известнейшим банкиром, безусловно, он не покупал его за инвестиции, я уверен, успешный банкир Тинькофф, дай бог ему здоровья, мы всем желаем скорейшей реабилитации после серьезнейшего лечения, но вот так сложилась жизнь, что он сначала решил получить гражданство США, впоследствии, мы не знаем, каким образом проходил отказ, мы, безусловно, не можем обвинять человека в совершении каких-либо-то значимых действий, но в любом случае он оказался в очень некрасивой ситуации, сейчас он ожидает экстрадиции государства, родину свою, второй родины, в связи с тем, что вот Соединенные Штаты увидели, что он позволяет себе приобретать дорогостоящие имущества, видит, яхт, ледоколов, самолетов, и, кстати, обратите внимание, сначала, сначала на него обратили внимание французы, каким образом, он купил мечту свою, досал 7Х, по-моему, Falcon 7Х, и он везде его повесил, это мечта жизни, да, безусловно, у любого человека есть мечта, право на мечту никто не оспаривает, но, видите, есть государства, которые, безусловно, хотят часть этой мечты, особенно, если тот первичный опыт для создания супер онлайн банка ты получил в США, они говорят о том, что ты можешь быть гражданином любой страны, но ты должен всегда понимать, кому ты должен заплатить за тот бесценный опыт, который ты получил у нас, или те возможности и те возможности по формированию капитала, другой кейс, абсолютно другой, когда известный предприниматель, создатель известного канала, не канала, а известный ситер Телеграм, Павел Дуров получил паспорт сейчас в Китс и Невис, и он безукоризненно следовал букве закона США, потому что он понимает, одно слово финсена или правительство США, ему просто никогда не выдадут новый паспорт по истечению срока, одно слово, вот хотел бы в этой связи услышать, конечно же, мнение Сергея Гладина, он знает о кейсе, о котором я говорю, он безусловно не будет называть фамилии, и Сенкинс и Невис, безусловно, шикарнейшее решение, но нужно не забывать, если ты не володар Соединенными Штатами, Соединенными Штатами, скорее всего, ты даже не гость и не гражданин второго государства, особенно продающего гражданства за инвестиции. Спасибо. Действительно, сейчас немного подробнее расскажу про этот кейс. Ведущее государство по продаже паспортов в Карибском бассейне, это действительно Сент-Энкитс и Невис, небольшая федерация, состоит из двух островов. На заре своей программы, это 2008-2009 год, они давали право безвизового въезда в 136 государств, сейчас, по-моему, там что-то под 150, да, Саша? 156. 156, вот, тем более. Так вот, требования были просты, какого-нибудь комплайенса, проверок вообще не было, то есть покупать эти паспорта могли все, кто может и кто хочет. Кто этим воспользовался? В первую очередь китайские коррупционеры, а также лица замешанных финансовых преступлений. Но самая большая группа покупавших эти паспорта были иранские лица под санкции. Иран вообще уникальная страна, там каждый второй, в прямом смысле слова, находится под санкциями, либо он, либо компания, организация, где он работает. То есть, вот там, не знаю, куда-нибудь на рынок в Тегеран выйти, там можно не встретить санкционных лиц. Все остальные все под санкции. Так вот, целая плеяда вот этих вот иранских чиновников, бизнесменов, служащих госкорпораций обзавелись этими паспортами. Сначала в 2013 году власти США очень так осторожно намекнули властям Садки Центемис, ребята, пожалуйста, подтяните, подзакрутите гаечки, проводите проверки, не давайте паспорта всем, кому не лень. Выступила у них секретарь по внешним отношениям, заявила, что да-да, вот мы сейчас все ужесточим. Ну, проходит год, ничего они не ужесточили на самом деле. И в дело вступило управление Министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями, ну или финансовая разведка, или финсен, Financial Crime Enforcement Network. Что она сделала? Она выпустила двухстраничное предостережение, ну или адвайзеры, или там, не знаю, консультативное заключение для банков. Она обязала все банки, американские, западные, ну, в общем, кто, да, уважает юрисдикцию Соединенных Штатов, внимательнейшим образом под микроскопом следить за всеми, кто предоставляет или открывает счет по паспорту Сент-Китс. Тут же за месяц навели порядок. Более того, видимо, там на уровне разведок тоже что-то имело место, после чего, вот как корова языком слезала, ни одного иранца, ни одного китайца, то есть, они до сих пор трясутся, если видят, что у соискателя, например, флажок в Интерполе отказывают, даже без объяснения причин. Вот. У них была очень интересная ситуация. Они, более того, они из-за боязни реакции властей Соединенных Штатов Америки прекратили выпуск паспортов. то есть, например, у человека 10 лет прошло, он должен получить новый паспорт Сент-Китс. Он обращается к провайдеру, провайдер отправляет стопку документов, а не происходит ничего, ни да, ни нет, ни отказа, ни ответа. И таких лиц, кто завис, там говорят около тысячи. И россияне, и китайцы, и те же иранцы, и далее по тексту. Кстати, в этом году было вынесено судебное решение по одному китайскому гражданину, он решил это дело оспорить. Как это так, у него есть паспорт, ему просто технически нужно было продлить этот паспорт. А ему отказали. И не объясняют причины, ни да, ни нет, не говорят, никто ничего не знает. Он подал в суд. Суд этим вопросом занимался что-то там около трех лет. Вот было вынесено, но не опубликовано решение, я, кстати, бутылку виски поставлю, если мне принесут почитать это решение. Отказывать. Даже на китайском пусть принесут. На любом. Да, на любом. Но, скорее всего, конечно, на английском это будет. Не опубликованное решение не подвижит публикации, но мощный месседж всем таким лицам, что, ребята, извините, ну, не шмогла я. Вот, сказали власти «Сент-Китс и Невис», и поэтому тысяча человек формально они граждане, но они без паспорта. Вот такая вот интересная дилемма на «Сент-Китс». Сергей, можно добавить и в продолжение как раз вопроса. Александр, очень хорошо, что затронули тему из какой страны наибольший спрос, потому что, конечно, «Сент-Китс» пионеры и, по-моему, чемпионы по выданным паспортам. И понятно, что сейчас там и китайские и другие коррупционеры дискредитируют многие программы на Кипре. Тоже у нас пол Китая уже живет. К разговору о том, что одно дело, когда понятное дело, что из Штатов никто в «Сент-Китс» уезжать не собирался, то есть даже из России. Понятное дело, что весь Карибский бассейн в общем-то для Штатов, как для нас, ну, как для нас, грубо говоря, то есть это близкая, понятная юрисдикция, куда, в общем-то, прилететь недолго. И понятно, что если говорим, допустим, про Штаты, и просто я посмотрел в чатах у нас многие вопросы, связанные именно с взаимозависимостью гражданства и каких-то финансовых вопросов, налогового резидентства и так далее. Если говорить про Соединенные Штаты, то, конечно, там очень многие процессы, включая благотворительность, включая гражданство и так далее, связаны с налоговым планированием, законным налоговым планированием. Нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов, да, и там много-много разного, значит, фольклора на эту тему. Вот. При этом даже те страны, которые, допустим, для россиян с точки зрения налогового планирования являются, ну, скажем так, невыгодными или закрытыми, как то Испания, да, которая, ну, в принципе, половина Европы, если не вся, ну, за исключением Кипра, Мальты и некоторых других небольших государств, являются с налоговой точки зрения гораздо более жесткими и невыгодными, чем Россия. Россия вообще такой полу-офшор и с точки зрения налогов, и с точки зрения банковского регулирования, обмена информацией, то есть, ну, масса вообще вещей, по которым я расскажу, что если вы хотите, значит, конфиденциальности и каких-то вот таких старомодных вещей, то добро пожаловать в Россию. Вот. А при этом действительно все-таки вернемся к тому, что при выборе гражданства, при выборе каких-то вот, ну, спортов еще чего-то очень важно понимать, к чему мы стремимся, потому что все-таки людей достаточно много забываем сейчас о секционном списке, он все-таки ограничен, я надеюсь, у нас более широкая аудитория, да, такая, которая есть еще свобода перемещения и выбора. Я бы сказал, что очень важно понимать еще раз, что эти вопросы взаимосвязаны, но не синонимы. Я вижу очень много людей к несчастью, которые, грубо говоря, получая, значит, андорфские права пытаются жить в Испании и с чем это связано и насколько серьезно европейские органы контролирующие отслеживают, и это там, это не российская полиция, это более продвинутые, значит, ребята. То есть, к чему разговор, да, что действительно, переезжая в другую страну, это, знаете, как у нас 20 лет назад, сейчас уже тоже, к счастью, это меняется, был подход к иностранным компаниям. Я заплатил 3000 долларов, у меня компания, значит, на Кипре, что вы от меня хотите, я не знаю, ни законодательства, ни корпоративного, ни налогового, значит, ни гражданского, ничего, я плачу провайдеру и там за директора, и за секретаря. И сейчас, благодаря, значит, прозрачности границ, CRS, CFC, там, китовским законодательством, и чему угодно, люди начинают потихоньку понимать, что, в общем-то, компания в другой стороне, это компания в другой стороне. Почему я, работая в России, держу юристов, которые разбираются, значит, и плачу еще кучу, значит, сторонних людей, чтобы соблюдать законодательство. Почему же я в России, я знаю, как у меня работает полиция, как у меня работают там страховые органы, как у меня работает государственная власть, знаю, откуда у меня, ну, я даже не всегда знаю, живя в России, знаю, откуда мне какие риски прилетят, И, значит, реализуется. А в другой стране я купил паспорт, заплатил, не знаю, 2 миллиона евро, и как бы я гражданин страны, и защищайте меня, значит, европейские суды и прочие вещи. А там порой гораздо более сложные требования, гораздо более сложные требования ведения бизнеса, пребывания, ответственности. И так или иначе, все случаи, которые в СМИ говорят, что вот, значит, кого-то выселили, кому-то не продлили, что-то, ну, там нет нарушений законодательства. В принципе, это законодательство предусматривало. Поэтому, конечно, большой вопрос, и это со временем приходит, это образование, самообразование людей, которые выбирают. Повторюсь, меня очень радует, что я все реже встречаю просто продавцов там паспорта или, ну, я, к сожалению, не был на первом дне. Я надеюсь, что уже меньше просто продавцов недвижимости, да, и девелоперов, которые говорят, смотрите, у нас тут новый небоскреб, а еще паспорт, а еще, значит, там бизнес и прочие вещи. Я надеюсь, что все больше комплексных профессионалов, которые действительно помогают решать и вопросы защиты капитала, свободы передвижения, налогового планирования, и объясняют, какие связаны обязанности, связанные с тем, что ты получаешь определенные права. И на самом деле, ну, мы все, по-моему, люди достаточно международные, наверное, пожили в разных странах. Еще раз повторюсь, без лжепатриотизма Россия достаточно свободная и демократичная страна по сравнению с тем, какие, да, каждый воспринимает по-своему, по сравнению с теми требованиями и правилами, которые необходимо соблюдать, переезжая в другую страну. Это совершенно нормально, и к этому надо быть готовым. Очень важный аспект, на самом деле, на мой взгляд, гораздо более важный, чем вот эти все вопросы, а где дешевле, возвратные, взносные, невозвратные, инвестиции, инвестиции. Вот это вот, скажем так, ну, в некотором смысле бытовая и гигиеническая сторона и социальное пребывание в стране, она, к сожалению, очень сложно прогнозируема, пока ты туда не переедешь. Тебе никто ее не расскажет в деталях, ни один проживающий там человек, не консультант, пока ты там и поживешь. Вот, и это касается всего, начиная там от детских садов, заканчивая медициной, полицией, банками и прочими вещами. Вот этим многие наши граждане и там коллеги, ну, не всегда готовы столкнуться. Вот, спасибо большое за внимание. Отлично, спасибо, коллеги. Очень интересная получилась дискуссия относительно вот этого существенного вопроса. И я хотел бы акцентировать внимание наших зрителей на том, что мы сегодня имеем в составе такого замечательного налогового специалиста с уникальным британским бэкграундом и колоссальным опытом консультирования по вопросам налогового резидентства. А вы знаете, в Соединенном Королевстве налоговое резидентство определяется очень непросто. Я бы сравнил его, наверное, с определением налогового резидента фактически в США. Кстати, в Британии, мне кажется, что сложнее даже, с учетом тех специфик, сроков, различных критериев, а также механизмов определения центра жизненных интересов. Я рад вам представить Дмитрия Заполя, который нам сегодня даст свое видение по этой ситуации, особенно в контексте того, что многие стремятся получить резидентство за инвестиции, особенно, так называемую ВНЖ, ПМЖ, и насколько вот это работает. Мне было бы интересно, мы еще бы поговорили про то, как в условиях пандемии тайбрекинг рула работает, так называемое правило о разрыве связи с налоговой юрисдикцией. И в этой связи, насколько интересно, когда государство, мягко говоря, своим налоговым резидентам дают какие-то послабления в части определения срока пребывания в той или иной налоговой юрисдикции. Вы же знаете, что в Российской Федерации на этот год человек, который даже провел менее 183 дней, а только 90 дней, может претендовать на получение налогового резидентства России. Но, если он является налоговым резидентом или признан налоговым резидентом США или Соединенного Королевства, как быть в этой связи? Потому что есть соглашение об избежании, которое неоднозначно работает против национального регулирования. Конечно, этот момент очень серьезен. Дмитрий, прошу вас. Александр, добрый день. Добрый день, коллеги. Еще раз спасибо большое за столь лестное представление. Но если перейти к делу, то для начала давайте определимся вообще, как определяется резидентство Великобритании. Если до 2013 года действовали достаточно оценочные осуждения и применялась правоприменительная практика, где буквально суд и налоговые органы пытались разобраться, что же творилось в голове у человека, который был или не был британским резидентом. И планировать было, я бы сказал, очень сложно. До сих пор есть определенные кейсы, которые относятся к годам до 2013, 2012 и так далее. С 2013 года, это такая очень важная дата, действует тест, который принимает во внимание фактический срок нахождения лица в Великобритании. И одновременно они рассматривают ряд объективных факторов, которые связывают его с этим государством. И, с одной стороны, тест является довольно логичным, то есть отсутствуют разнотолки. Был человек или не был в ряде достаточно простых случаев. Например, если у человека есть пользование и жилье, прожила здесь семья, был какое-то время раньше во Великобритании, то если количество дней X, то результат либо резидент, либо нерезидент. Но проблема, с которой сталкиваются наши граждане, это, тем не менее, наличие определенных оценочных суждений. Одним из важных критериев является то, работал ли человек на территории Великобритании. И под работу понимается любая работа, либо в штате, либо на себя. И когда ведешь диалог с клиентом, и говоришь ему, вот, если вы были в Великобритании, там, работали более 40 дней в году, то у вас дополнительная связь. Он говорит, а как они это отследят? А ты говоришь, ну, вы знаете, британские налоговые органы ожидают, что вы ведете дневник своей переписки, дневник своих звонков. И если продолжительность таких действий превышает определенный порог, то тогда, значит, вы работаете. И начинается такое дело, как они узнают, как это пояснить и так далее. Но, тем не менее, в сухом остатке намного проще резидентство сейчас планировать. Но, к сожалению, очень неприятным сюрпризом для многих является то, что даже проведя в стране менее полугода, а порой даже 90 дней, или в некоторых случаях тем, кому особо повезло 45 дней, они могут быть признаны резидентами Великобритании. То есть первый тезис резидента может быть признан, даже проведя достаточно короткое количество времени. Второй тезис. А британский налоговый год, он смещен по отношению к подавляющему большинству прочих налоговых лет. То есть с 6 апреля по 5 апреля. И, в принципе, с одной стороны, это не накладывает каких-то неудобств, но, с другой стороны, это вызывает сложности при применении соглашения об избежании двойного налогообложения. Поясню, как это работает. Если лицо является, скажем, российским налоговым резидентом в календарном году 2020 и 2021, это попадает на один британский налоговый год с 6 апреля 2020 и 5 апреля 2021 года. И это, с одной стороны, позволяет, используя соответствующую статью в соглашении, является не резидентом Великобритании в течение всего года, но, с другой стороны, безусловно, требует от него находиться в России более 183 дней подряд в двух годах следующим одним за другим. А это уже кому-то это нормально, кому-то это сложно, но это накладывает определенные отпечатки. Но, если мы закроем глаза на такие сложности, тем не менее, я в своей практике видел колоссальное количество людей, которые, перевезя сюда семью, купив здесь дом, но оставив в России работу, порой там любовницу друзей, успешно продолжают доказывать британским налоговым органам, что они не резиденты Великобритании по соглашению. Это очень важно, и люди, которые, как говорится, в налоговой теме меня поймут, что в данном случае речь идет, что лицо признается британским налоговым резидентом по закону, но по соглашению оно является налоговым резидентом другой страны, в данном случае Российской Федерации. Почему это важно? Потому что такое соглашение, если очень упростить, дает возможность избежать необходимости уплаты налога в отношении доходов, полученных за пределами Великобритании. Типичный пример – это когда российский бизнесмен мотается между Россией и Великобританией и получает дивиденды из своего российского общества или из кипрского общества. Даже если эти деньги он привезет в Великобританию, он на них не заплатит налог. Это очень важно. Теперь, переходя к вопросу Александра о том, как же отразилась пандемия на текущих налоговых правилах, если коротко, то понимание как бы общее есть, но конкретного понимания пока нет. Объясню, что я имею в виду. С одной стороны, британские налоговые органы признали, что пандемия является непредвиденными обстоятельствами. И закон гласит, что если непредвиденные обстоятельства длятся до 60, какой-то срок, то до 60 дней можно уменьшить свой срок нахождения в Великобритании. И если лицо условно рассчитывало находиться здесь 85 дней, а привело там 130, то условно 130 можно уменьшить до 85. Но есть нюанс. Во-первых, в текущем налоговом году пандемия длится существенно дольше 60 дней. Во-вторых, закон гласит, что обстоятельства непреодолимой силы таковыми являются только в том случае, если вы не могли уехать из Великобритании. А уехать-то люди могли, а тот факт, что их не могли принять в другой стране, это британские налоговые органы как бы не волнуют. В результате получается абсурдная ситуация, заключающаяся в следующем. Напомню вам, сейчас идет налог в год с 6 апреля. Кто-то из людей был вынужден остаться здесь, скажем, с 6 апреля, прибавим там 60 дней, до начала июня, потом он выехал. Но у этих людей здесь семьи. С одной стороны, они очень быстро выехали, чтобы не стать резидентами, но возникает вопрос, а могут ли они вернуться обратно до 5 апреля 2021 года? Не возникли ли ситуации, что им не позволят уменьшить срок нахождения? На это у меня нет ответа. И я, честно говоря, написал об этом статью на русском языке. Хочу рекламировать канал Александра Великий про офшорное планирование. Там я собираюсь рано и после разместить на русском языке. Но, резюмируя, если кто-то хочет идти по пути наименьшего риска, следует ограничить срок нахождения в Великобритании, насколько это возможно. И захотел бы дополнительно сказать про вообще британское резидентство и его последствия для лиц, проживающих здесь. Напомню вам, что есть режим резон-дом, который схожен с мальтийским, с кипрским, который позволяет не платить налог на доходы, которые сюда не привозят. То есть в ранее описанном примере наш бизнесмен дивиденды, получаемые из России, оставляет в России, на Кипре, но в Англии не тратит и даже не оплачивает перелеты сюда. Но оборотной стороной медали такого принципа является невозможность получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения. На практике это означает следующее. Если наш человек, использующий такой метод, пытается дивиденды, выплачиваемые из России, обложить по ставке 10%, у него не получится. Потому что британские налоговые органы ему не дадут сертификат налогового резидентства. Это очень важно. Ко мне обращаются клиенты, которые говорят, дайте мне сертификат налогового резидентства. Я говорю, вырезан он дом? Они говорят, да. Мы говорим, сори, не дадим. И в отношении России-то, в принципе, было бы не так плохо. Но я недавно с этим столкнулся, в отношении США. Потому что если мы откроем статью 2, по-моему, какой-то абзац 10, там ясно следует, что лицо, являющееся этим резным домом, не вправе получать льготы по соглашению. И когда мы заполняем форму W8BEN и пытаемся уменьшить 30% на американский налог с 30, то 10% у нас ничего не получится. Какие из этого можно сделать рекомендации? На самом деле, выхода хорошего никакого нет. Если уж лучше, наверное, заплатить 30% налог США, чем 45% в Великобритании на весь доход во всем мире. В заключение хотел бы просто добавить, как же британцы будут рассматривать условный центр жизненных интересов для лиц, которые в России теперь будут проводить не 183 дня, а меньшее количество времени. Дело в том, что хоть даже если мы получаем сертификат налогового резидентства, в Британии надо доказывать, что центр жизненных интересов, тем не менее, находится в России. Честно говоря, это намного легче для людей, которые только начинают свой британский путь и всегда заявляют себя резами России и нерезами Британии. Но если вдруг человек пожил здесь 3-4 года и потом вдруг принимает решение, а давайте я по соглашению стану вдруг резом в России, с большой долей вероятностью можно ожидать проблемы, особенно в условиях дефицита британского бюджета. Александр? Спасибо, Дмитрий, очень интересный экскурс. Я видел Алексея и очень живо отреагировал, тоже как и я и Сергей, на такие интересные вещи, особенно по резному дому. И ничего вы не получите. С точки зрения справки налогового резиденства, я думаю, что Алексей хотел бы эту тему обсудить тоже. Алексей, прошу. Во-первых, Дмитрий очень рад видеть. Привет. Просто, может быть, в продолжение твоего рассказа, и поскольку у нас связать с нашей тематикой, хотелось бы сказать, что как раз, опять же, все, зайцы морковки, да, вопрос резиденства британского напрямую не связан с инвестиционными визами, потому что, опять же, есть мои клиенты, это больше инвестиционные визы, это мои друзья и коллеги, это больше люди, которые перемещались в Британию путем создания своих компаний или трудоустройства и прочее, то есть это не приговор, что если у тебя нет многомиллионных фунтовых счетов, ты там в Британии не можешь находиться и работать, и комфортно жить. Это к вопросу, я просто смотрю в чате, да, что есть интерес, а как вот в Великобританию, значит, перебраться. И это отдельная история. Есть много техник, ну, там, юридических инструментов и социальных инструментов, которыми можно переехать в Великобританию, значит, не через инвестиционную историю. Значит, возвращаясь к резидентству и там к домицилю и прочим вещам, опять же, есть плюсы, есть минусы, и это надо в комплексе анализировать, потому что, с одной стороны, есть, опять же, там привилегии, которые только домом, значит, ну, предписаны. С другой стороны, история про налоги на наследование, на дарение, которые, опять же, привязаны к понятию домициля, они тоже в Великобритании, ну, как и в других многих европейских странах, достаточно высоки. Если я нон-дом, то у меня немножко по-другому, скажем так, мое worldwide состояние будет облагаться при его переходе моим там преемником-наследником. То есть это, опять же, очень комплексная история, на которую надо, значит, обращать внимание. Вот, значит, возвращаясь к, опять же, и очень хорошо, что мы про Великобританию заговорили, есть действительно много стран, которые предоставляют отличный, ну, или там, приятный бытовой и социальный, где нам очень хочется находиться, да, куда мы очень любим ездить как туристы, где мы очень любим пребывать с друзьями и так далее, вот. Но, так или иначе, вот в том числе налоговый режим домициля или не домициля, сколько я там прожил и так далее, он достаточно серьезно влияет, и это надо принимать его внимание. Если мы посмотрим, просто чтобы понятно было зрителям, да, на нашу страну, к примеру, да, у нас есть несколько таких одиозных историй, когда разные боксеры и киноактеры, значит, получают гражданство России, вот. Я уж не знаю, они тут получили налоговое резидентство или не получили, не видел я, чтобы Жерар Депардье, значит, 183 дня провел на территории России, вот, но не следил, может быть, вот, но при этом, с чем мы столкнулись в связи с пандемией, и там, ну, все, кто в теме, они понимают, да, но не для всех это очевидно, что у нас, например, налоговое резидентство и валютное резидентство определяются по-разному, налоговое резидентство за 12 месяцев, валютный показ за календарный год, и получается так, что я в январе-феврале 2020 года замечательно сидел себе на Кипре, Великобритании, где угодно, и, значит, по своим местным счетам делал любые операции, все, что хотел, вот, а потом я высадился в Россию, значит, в связи с пандемией в марте, и до сих пор по той или иной причине не могу выехать обратно, и неизвестно, когда смогу, и в результате по итогу календарного года я окажусь валютным резидентом России, потому что я просто за календарный год больше 180 дней приведу в России, и все, что я, значит, до марта натворил на своих счетах где бы то ни было, окажется незаконными валютными операциями со штрафом, значит, от 75 до 100%. И такие вещи, они, это, там, это российское право, да, оно, там, достаточно простое, в общем-то, да, для людей, кто понимает. Но вот, там, приехавшие сюда или, там, получившие гражданство, такой, не знаю, Жерар Депардье или еще иже с ними, я уверен, они такие детали не знают. И точно так же я, там, проинвестировав в Великобританию, на Кипр, Мальту, любую страну, я таких деталей не знаю в этой стране. И мне их никто не расскажет. Это, вот, там, моя любимая тема. Пока ты там не проживешь, пока ты с этим всем не столкнешься, я в России, я не уверен, что, там, вот, сейчас присутствующие здесь уважаемые, значит, юристы, в принципе, досконально знают, вот, российские все юридические вопросы, пока они с ними не столкнутся. Ну, я думаю, да, может быть, может быть, я ошибаюсь. Алексей, я не думаю, что мы не знаем. Мы достаточно погружены в эту тему. Больше того, благодаря нам... Александр, я имею в виду, что пока какой-то тонкий момент, ты не столкнешься на практике в России, там, нюанс... Совершенно верно. Я хочу заметить, я хочу заметить, что благодаря нашим усилиям, собственно, и появился годовой срок для определения валютного резидентства. И благодаря нам, собственно, пришло понимание, что лучше позволить валютным резидентам, проживающим за рубежом, избегать эти обязательства, потому что просто люди говорили, мы перед выборами президента просто пойдем сдадим паспорта. Вот. Ну, пришлось донести до администрации, и это услышано было. Спасибо огромное. Но я очень и очень ценю то, что действительно нужно донести до публики, что пока не погрузишься в тему конкретную, вот эту вот именно специфики конкретной страны, говорить о том, что все решено, вопросы все отвечены, ни в коем случае нельзя. Это, кстати, возвращаясь к тому вопросу, когда инвестируется в недвижимость, нельзя смотреть только на картинки или на презентацию онлайн, продавца. Нужно отправлять своего человека, независимого сервера, да, как это вот при покупке огромных судов происходит, атлантических танкеров, когда сервер приходит за денежку и все просматривает, толщину стен, толщину штукатурки, смотрит, чтобы дом не осыпался. У меня, например, есть кейс на Кипре, когда дом шикарный был, он стоял на склоне, и там потом оползень произошел, и дом просто свалился за 4,5 миллиона евро. Кому вопрос? Никому. Вопрос должной осмотрительности продавца, поэтому здесь вопрос такой, достаточно простой. Если ты покупаешь, мягко говоря, у сейлса, ты, собственно, принимаешь риски так называемого неосторожного покупателя. То есть это еще концепция из римского права. А здесь я вот с Алексеем абсолютно согласен. Настолько нужно серьезно смотреть все с разных сторон и быть в теме, чтобы ни в коем случае потом не предъявлять требований или претензий к тем консультантам, к которым ты пришел и скрыл какие-то факты. Или не продумал что-то. Вот Алексей, я должен сказать, он является профессионалом рынка именно управления благосостоянием, и он настолько вооружен в эту тему, поэтому он и говорит это, потому что он переживал это, проживал это, как и мы, те лица, которые вовлечены в процесс подготовки тех решений, которые формируют такие серьезные стратегии. Спасибо. Не хотел никаким образом перебиваться. Нет, спасибо. На самом деле мы здесь, мне кажется, все более-менее в таком консенсусном, профессиональном, значит, пребываем состоянии. Действительно, ну, может быть, просто про Кипр заговорили, а есть некое такое достаточно распространенное представление, что там хорошо, где нас нет, и про, значит, европейскую свободу и там права и прочие вещи. Если мы говорим о там проверке объектов, безусловно, ну, это как бы, мне кажется, что это такая достаточно очевидная история, при этом тоже надо понимать, что, ну, просто раз про Кипр заговорили, да, прекрасный, значит, лимассол, который, значит, несколько объектов, которые продавались еще пять лет назад, значит, с определенными, как у нас любили, видами, значит, и прочие вещи, что перед вами никогда ничего не застроят. Всем известные несколько небоскребов, значит, построили перед элитными виллами, проданными пять лет назад, значит, несколько миллионов было. Везде примерно одно и то же, да, как бы везде своя специфика, везде свои нюансы, хорошие и плохие, поэтому, ну, здесь вот я просто, почему люблю такие, значит, мероприятия, потому что на них очень много обсуждается юридических нюансов, там, цен и динамики цен на недвижимость, ну, вот все связанные вещи, которые там можно просчитать, можно положить на бумагу, можно положить в презентацию, разослать, посмотреть и так далее, вот. А со всеми людьми, которые, с которыми ты говоришь, которые переехали, не переехали, с этими, как бы, юридическими документами теперь живут, у них вот этот вопрос не встает вообще. Он, давайте говорить там правду, да, вот здесь профессиональное сообщество собралось, он простой, он считаемый, он понятный юридически, есть правильные провайдеры с правильными входами, с разными процедурами и так далее, он, это техника, вот. А когда ты говоришь человеку, который уже это получил, дальше ты с ним обсуждаешь только вопросы, с которыми он столкнулся, да. И это, как и везде, это качество жилья, качество стройки, значит, права, это банки, это как мне откроют счет, это как мне сделать страховку на семью, это какая у меня медицина, это кто у меня соседи, это принимает ли меня сообщество, это кто я здесь и какая у меня диаспора, или я внутри диаспоры, или я могу ассимилироваться. Сразу отвечаю фактически на вопрос, нигде я не могу ассимилироваться фактически, может, кроме там штатов по большому счету, да, потому что во всех других. Но окей, не то, что не могу, это не так просто, это время, это усилия, это там, наверное, это второе поколение, которое там может расти и так далее. И вот эти вопросы, они важнее сто крат. Пока человек не переехал, он вот выбирает между провайдерами, выбирает по ценам, а где дешевле, на Кипре, на Мальте, значит, а вот где, что, как, налоги. А дальше, как только это произошло, вот это все становится гораздо важнее. Коллеги, я очень прошу прощения, я через 5 минут от вас отключусь, я уверен, что не обеднеет ваша дискуссия без моего участия. Поэтому заранее спасибо большое всем, кто нас смотрит. Александр, спасибо за модерацию. Сергей, Дмитрий, рад вас видеть. Пока с вами еще. Спасибо, Алексей. Ну, я в развитии этого момента скажу так. Большим сюрпризом для многих может оказаться то, что получив гражданство за инвестиции или даже натурализовавшись после резиденства за инвестиции, например, получив золотую визу Португалии, получив гражданство Португалии, не забывайте, что всегда смотрится с точки зрения комплайенса откуда и как произошли ваши капиталы, активы и как это сложилось. Ваша история не начинается с новым паспортом. Начинается новое качество вашей истории, но если ваша история токсична или имеет какие-то изъяны или дефекты, это может стать проблемой после того, как вы получите даже в порядке натурализации новый паспорт. Например, известно, что гражданство за инвестиции Европейского Союза не дает возможности вам защититься от санкций с точки зрения лишения вас страной, которая вам выдаст паспорт, доступа к финансовой системе, как это произошло с известными российскими предпринимателями из так называемой из круга президента. То есть, например, в Финляндии им было прямо отказано и были судебные дела, когда, собственно, граждане Финляндии, и, собственно, ну это, в общем-то, как пример, они, конечно, не за инвестиции получали эти паспорта, но, тем не менее, финская республика отказала в доступе к банкам по той причине, что лица входили и попали в так называемый санкционный список. То же самое произошло с известным российским предпринимателем, который судится не только в США, но и в других странах, и в России. В России он получает оправдательные какие-то решения в местных судах связи с публикациями, которые послужили, кстати, основанием для включения его в санкционные списки. А в Америке его представляет известный адвокат с громкой фамилией гоночного автомобиля Феррари. Вот. Этот известный бизнесмен, он получил гражданство инвестиции Кипра, когда он не находился в списках, безусловно. Он абсолютно вывел, в общем, нормальным, и его деньги неплохо пахли. Их принимали везде, и нормально с ним работали. Но как только он попал в списки, естественно, его лишили всего. А сейчас вот спекулируют вопросом лишения гражданства, и, как правильно заметил Алексей, действительно вопрос лишения гражданства настолько сложен, что пока сложно предсказывать, как это пройдет. Евросоюз призывает к срочному решению этого вопроса Кипр. Я не исключаю, что эта утечка, которую мы наблюдаем через известные СМИ Аль-Джазира, оно может быть, безусловно, политически ангажированным в том контексте, что переданы были эксклюзивные документы с подписью, с печатью парламента, об этом я однократно говорил министр внутренних дел Кипра Нурис. Этого не происходило нигде, ни на Мальте, это произошло только на Кипре, по простой причине, потому что на Кипре существует действительно политическая партия, которая так же, как и на Мальте, требует закрыть эту программу. Безусловно, это политическая возня, политические разборки, но почему они должны касаться, в общем-то, почтенных и благоприятных нерезидентов, которые не представляют угрозу Евросоюзу. Я, честно говоря, оставляю данный вопрос открытым, поскольку, действительно, это вопрос политики. Больше того, я скажу, я знаю лица из этого списка, которые придали огласность, была огласка, которые вообще не относятся к тем лицам, которые, между нами говоря, тех миллиардеров, фамилии, от которых догадалась РБК уважаемая, их закрыли. А вот есть лица, которые, собственно, имеют родственников, которые когда-то были пепами, а их открыли. И я в этом, между нами говоря, виню не власти Республики Кипра, а тех нерадивых консультантов, которые взяли деньги и показали связь обычных предпринимателей с бывшим пепом, который являлся, мягко говоря, их прямым родственником. Это не является основанием для публикации подобных сведений, и это, конечно же, камень в лицо Аль-Джазиры, которая поступила с такими лицами, я считаю, некорректным. Безусловно, это очень тонкий вопрос, и заявление подобного рода делать крайне непрофессионально. Безусловно, я порицаю негативную деятельность исключительных, так называемых, посредников международных, которые разрекламированы сумасшедшим образом, но которые вовлекают в свою деятельность, к сожалению, без должной проверки подозрительных лиц. Подозрительным лицам нет места в таких программах, безусловно. Но, как говорится, все имеют право на ошибку, но здесь право на ошибку, конечно, не имеет страна, которая приняла документы и выдала гражданство. Потому что в большинстве случаев, кстати, в отличие от Мальты, Кипр, действуя добросовестно, позволяет при наличии изъянов и дефектов отозвать самостоятельно заявителям свои документы без последствий, в отличие от Мальты, которые напрямую отказывают, и это все поступает в рамки общего информационного фона Евросоюза. Кстати, должен отметить, что по тем рекомендациям, которые теперь соблюдаются по новым правилам, если вы получаете отказ в таких программах, эта информация циркулирует среди, собственно, всех государств, членов ЕС. И основным требованием для участия в программе является получение шенгенской визы, что является первым слоем прохождения так называемого комплайнса, о котором я хотел сейчас немножко поговорить и вовлечь вас в дискуссию. Кстати, комплайнс – это серьезная процедура, по которой горели раньше банки, теперь горят уже страны, в связи с тем, что они продают такой ценный актив, как гражданство. То есть раньше требования возникали со стороны США, Швейцарии, известное дело ЮВЕС, потом США поехали по другим, собственно, странам, так правильно указали коллеги, маршал Глинзли, который сейчас занимается уже разоружением, раньше возглавлял Финцер, он приехал на Кипр в 18-м году, 9-го мая, в день, так сказать, победы. И сказал всех, гыть, мягко говоря, из банков, он не сказал, конечно, «Россия», но он сказал, что действительно подсанкционные лица не должны создавать дополнительные риски. И я помню, когда эту утечку информации я опубликовал, и, собственно, Центробанк Кипра опровергал эту информацию в ведомостях, а через неделю они выставили эти правила новые, это выглядело, конечно, смешно, мега смешно. Вот, конечно, мне стоило это впоследствии сотрудничества с ведомостями, я предполагаю, но это неважно, потому что мы за честность, за честные продажи, за честных клиентов, за тех клиентов, у которых сложные кейсы, но мы можем им помочь. Помочь легально и, собственно, получить то, чего они ожидают, а не, мягко говоря, службу, например, в турецкой армии. Когда ты покупаешь недвижимость за 50 тысяч, выезжаешь в Турцию, получаешь повестку, и тебе говорят, опа, а ты теперь елича. И, конечно же, тут нужно не забывать, что обязательная служба, она вроде бы как до 41 года, но нужно не забывать, что Турция находится рядом с серьезными странами, такими как Сирия, у них есть проблемы с курдами, и, конечно же, кстати, напомню, один момент очень интересный, пока не забыл. На Кипр мы немножко так Сергеем Гладиным смотрели, немножко скептически, но, но, именно Кипр вчера заблокировал санкции против Белоруссии. Против России не заблокировал, а против Белоруссии смог. А знаете как? Он просто сказал, что давайте санкции ЕС ведем против всей Турции. А что сказала Германия? Нет? Ну, на небе суда нет, поэтому нет санкции против Турции? Нет санкции и против Белоруссии. Ну, вот Россия, к сожалению, выпала, несмотря на то, что главным донором Кипра является Россия. Вот, возвращаемся к вопросу комплайенса. Значит, первый уровень – это так называемая шенгенская виза. Второй уровень – это прохождение банковских проверок, потому что если ты в банке, если у тебя деньги в банке, ни в кэши, ни в криптовалюте, значит, ты вроде более-менее белосерый. Вот, какой банк? Банк России, Банк Белоруссии, Международный банк Швейцарский. Безусловно, все финансовые учреждения выставляют свои комплайнс-процедуры. И я, конечно, благодарю очень Андрея Мовчина, который очень правильно говорит всегда. Комплайнс во всех банках, даже одной сети, разный. Это совершенно верно. Если вы придете в UBS в Швейцарии, он один. Если вы придете в UBS Сингапура, он другой. И даже вы удивитесь, иногда так называемых бывших пепов, Deutsche Bank пропускает комплайнс для приобретения активов где? В Соединенных Штатах. Не знают, кто и как это делает, но если комплайнс прошел по такой сервисной организации, значит, можно, в общем-то, указать даже свои дочерние структуры. Но все зависит кейс-байкейс. Что касается стран, то комплайнс-процедура достаточно сложная. И я думаю, что, например, по комплайнс-процедуре и по санкциям Сергей расскажет более подробно, выделив те существенные факты, которые могут сказаться на вас. Конечно, совпадение имен и фамилий – это первое. Самое страшное. Например, у меня был случай, когда человек, который переводить мне хотел, там, маленькую сумму денег со швейцарского своего счета, физического или со страны, на счет моего физического лица. Он принес мои данные, мне сказали, знаете, о совпадении. Да, действительно, у меня распространенные мои фамилии, это понятно. Вот. Но мне пришлось присылать паспорт, и мне сказали, а где-то публичный. Ну, я прислал ссылки уважаемое издание, я пишу колонки, колонку веду специальную для уже уважаемого издания Forbes Russia, и я просто прислал ссылку, вот все, вопрос был снят. Поэтому публичность – это плюс для добропорядочного человека. Если публичность играет против, это уже минус. Сергей, прошу. Спасибо. Александр, вот я сейчас открыл чат, где вопросы, и там есть вопрос номер два. Приветствую участников и спикеров. Сергей, следует ли понимать, что система санкций с нами навсегда? Хороший вопрос. Смотрите, у нас санкции начались из-за Крыма. Вот пока Крым с нами, санкции ровно столько же будут с нами. Вот. Но помимо крымских санкций, ну или санкций за Крым, у Соединенных Штатов Америки есть еще 33 иные санкционные программы. Там санкционные программы против нарушителей прав человека, против коррупционеров, против террористов, против трансграничных преступных синдикатов, значит, против коррумпированной элиты, там, африканских республик и так далее. То есть санкционных списков довольно много, но правовые последствия, они одни и те же. Нельзя с этими людьми, кто в списке, вступать в любые финансо-экономические отношения. Теперь вот про комплайнс. Вот, коллеги, конечно, хотелось бы привести справку по Кипру. Вот давайте вот кипировский кейс возьмем и возьмем Cyprus Papers от Аль-Джазиры. Не буду трогать политику, но смотрите, какая ситуация. На Кипре есть закон о гражданстве 1967 года, но только лишь в 2002 году они внесли в законодательство, ну, путем принятия закона об актах гражданского состояния, возможность предоставлять не рожденным на Кипре и не имеющим права там по юс соли или юс сангвинис, право на гражданство иным лицам. Значит, знаменитым решением Совета Министров от сентября 2016 года у них появилась схема предоставления гражданства республики за инвестиции. Так вот, как это работала программа вот в те годы, вот когда и Дерипаска получил паспорт и многие другие лица. Ровно так же, как и получение российского паспорта, вы подписываете афидевит о том, что у вас нет судимости, что вы белый и пушистый. И киприотские власти с радостью это все получали. Вот. Вспомним, конец ноября прошлого года Кипр, я не знаю, под нажимом ЕС или кого, опубликовал информацию о начале процедуры отзыва паспорта. Значит, там был Олег Владимирович Дерипаска, его близкие члены семьи и плюс два таких топ-менеджера, попавшего под санкции тогда же в 2019 году, Еврофинанс Моснарбанка. Ну, это Александр Бондаренко и Владимир Столяренко. И если разобраться в этой ситуации, вот они получили паспорт действительно, как говорит Александр, абсолютно законно. Они ничего не нарушили. Вот они взяли нормы закона, нормы вот того постановления Совета Министров Кипра, они ничего не нарушили. Но сразу после этого Кипр меняет правила. И вот теперь вот что нужно, чтобы податься на гражданство? Во-первых, да, действительно нужно шенгенскую визу иметь, но теперь киприотские органы власти требуют отчета комплексной проверки, ну то есть due diligence, который нужно заказать и получить соискателю гражданства в международно признанной базе данных. И вот самой знаменитой базой данных в мире, которой пользуются свыше 90% западных банков, это знаменитый WorldCheck от компании Refinitiv. Ну, до 1 октября 2018 года это администрировалось Томпсон-Ройтерс, потом они продали фонду Blackstone. В общем, что такое база данных WorldCheck? WorldCheck. Если человек был где-то депутатом, региональным депутатом, если он входит в общественную палату, ну то есть если он занимает какую-то публично важную функцию, WorldCheck по открытым источникам, повторю, открытым источникам индексирует эту информацию, заводит человеку папку и у человека папочка в WorldCheck. Соответственно, если у человека что-то меняется, например, возникает уголовное дело, у него там статус подозреваемого или свидетеля. Опять же, из РБК, из коммерсанта, из базы данных там условного басманного суда, WorldCheck, их бот, алгоритм, эту информацию слизывает, добавляет в профиль человеку. Что такое санкции? Вот здесь самый интересный момент. У нас есть соседнее государство, Украина. Украина добавила в российский санкционный список практически всю элиту. И все на это как-то так вот отмахиваются, смотрят, ну что там санкции, санкции. Значит, как Compliance Bank смотрит профиль WorldCheck? Вот допустим, если вот вы обычный человек, белый, пушистый, у вас там десятибалльной шкале риска для банка, у вас единичка или двоечка. Если у вас, например, там санкции США вдруг вылезли, то у вас сразу риск поднимается до восьмерки, до девятки. То же самое, если у вас там, допустим, санкции, вы там, допустим, диктатор Бурунди, ну или там Мали, или Демократической Республики Кондо, у вас прям красным горит, это риск для банка, то есть банк вряд ли будет продолжать взаимоотношения. И вот что такое, например, санкции США, ЕС или Украины? Вот типичная ситуация у нас в Pen & Paper. Приходит человек и говорит, а на меня закрывают счет в Швейцарии, а я не понимаю, почему. Мы спросим, говорю, ну узнайте у клиентского менеджера, на кофе с ним сходите, попейте, может скажет. Ну он так поступает и говорит, вот в волчеке, там что-то изменилось, мне повысили риск-статус, и комплайн сказал, что все, с вещами на выход. Начинаем разбираться, человек попал под украинские санкции. Ему тут же делают шестерочку по риск-шкале, он белый, пушистый, он абсолютно нормальный, но он просто попал под санкции Украины. И банк ставит вопросы. Банк и так, любой западный банк, это директива 4, директива 5, IML, ежегодно обязана проводить длящуюся проверку своих клиентов. Если в волчеке вылезает что-то новое, приходит комплайнс-менеджер утром, заваривает чай, включает компьютер, и у него тут вылазит, что у нашего клиента тут новый флажок вылез. Комплайнс-менеджер, во-первых, да, конечно, он может запросить самого клиента, но иногда этого не делает. Вот, как говорит Александр со ссылкой на Мовчина, в каждом банке свой комплайнс, то есть какой-то средней температуре по больнице нет. Иногда действительно, если там санкции, уголовное дело, можно решить вопрос, можно из России предоставить, вот мы тоже этим занимаемся, свое заключение, директива, то есть исследуем человека и говорим, да, действительно, но он под санкциями Украины, но при всех, при прочих равных условиях, он для вашего банка, ну никакого риска не несет. Не откребете вы от него, за него проблемы от регулятора, от американцев, ну да, вот на Украине, да, он под санкциями. Либо то же самое, когда вот уголовное дело возбуждают, ну мы знаем, что у нас многие уголовные дела, они политические, вот, и на этих основаниях первым делом мои коллеги снимают у человека флажок в Интерполе, после этого мы делаем заключение и говорим, что да, уголовное дело, но это политическое преследование, и опять же, в целом, в общем, человек нормальный, белый, пушистый, ну да, обычный бизнесмен, и для вашего банка он рисков особых не несет. Ну вот, так вот пояснил на пальцах про комплайенс. Отлично, Сергей, спасибо огромное. А вот возвращаясь к теме, Алексей, да, хотел бы... Прощение, здесь просто продолжить, может быть, мысль Сергея, поскольку был вопрос, санкции с нами навсегда, не навсегда. Мой субъективный взгляд, что санкции, это, конечно, не отражение какого-то конкретного события, потому что, в принципе, ну вот, ей-богу, штатам на полуостров Крым не интересно, да, вот. И на самом деле это вопрос политических сил, развесов влияния и так далее, поэтому Крым, Ливия, Белоруссия, Навальный, Новичок, Магнитский, что бы там ни было, и к чему можно совершенно по-разному относиться, и что-то было по-настоящему, что-то не по-настоящему и так далее, это, ну, триггеры и поводы, да, и они неисчерпаемы, как бы, если надо, санкции будут продолжаться, это первое, чтобы не ждали, вернем Крым, и нас полюбят, значит, во всем мире, и все снимут. Не так. Это первое. Второе, чтобы тоже не было иллюзий, санкционный список, он не исчерпывается ни людьми, которые в этом списке, ни их сотрудниками, потому что, на самом деле, и дальше, точно так же, как справедливый Сергей говорил, в принципе, значит, ну, и мы, так или иначе, к этому возвращаемся, каждый комплайнс-офицер, комплайнс-департамент, банка, трассовые компании, администратора, значит, брокера и прочих вещей, они руководствуются своим подходом к рискам, они руководствуются своей оценкой рисков, это не потому, что им очень не хочется взять российского клиента, это оценка того, что им, как бы, грозит, если вдруг они что-то пропустят, а они же не ФБР и не ЦРУ и не ФСБ, чтобы, значит, знать про всех все, вот, и это должная, должная, ну, некоторая осторожность с их стороны, коммерческая, вот, и дальше происходит то, что, на самом деле, многие люди, которые напрямую не только не связаны с санкционным человеком, да, который просто, вот, там, публично известен, да, что он санкционный, включая переписку, участие, юридическое сопровождение, партнерство, коммерческие сделки и так далее, у многих людей это не делстопер, чтобы тоже было понятно, и все здесь присутствующие так или иначе помогают своим клиентам, партнерам как-то эти вопросы решать на цивилизованном уровне, юридически обосновывать и, ну, проверяющим органам, комплайнс, департаментам, что риск, скажем так, ну, не отсутствует, но минимален, вот, но в конечном счете мы видим на практике, мы уже про практику говорим, да, что открытие счетов, получение паспортов, значит, ну, и вот все связанные вещи, где проверка, это не санкционный список, это список, умноженный на, там, на 20, а то и на 50, и люди, которые, там, 10 лет не работая, не общались с санкционным человеком, доказывают, там, европейским банкиркам, трости и другим, там, ответственным людям, которые отвечают за такие проверки, что, в общем-то, как бы, не знаю уже этого человека санкционного и, там, сто лет с ним не общаюсь и доходов от него не получаю, но все равно какой-то мейл, какая-то переписка, встреча в Косимане, так или иначе является основанием, и здесь не надо, опять же, недооценивать профессионализм и внимание, скажем так, внимательность этих, там, департаментов, да, что я, там, бумагу предоставил, вот печать, вот мой, там, 2НДФЛ, значит, я чест перед партией и правительством, мир прозрачен, все известно, с кем вы встречались на прошлой неделе, значит, у консерватории, банкиры знают, если не знают, узнают, значит, через полгода, и вам же будет сложнее, если вы уже откроете счет и законите туда денег и спланируете свои операции и жизнь, исходя из этого, когда вам через полгода скажут, вы нам при прохождении комплайнса АМЛ-процедур не предоставили эту информацию, поэтому будьте любезны, значит, 2-х недельный срок предоставьте реквизит, куда вам эти, значит, средства сгрузить. Коллеги, еще раз спасибо, всем счастливо, отключаюсь, хорошего дня, пока. Спасибо, Алексей, было очень приятно. Ну, а я хотел бы перейти к вопросам, но, превосхищая вот детальные и профессиональные вопросы, ответы на вопросы Дмитрия Заполя, я хотел бы сказать о том, что безналоговые страны, это не самое лучшее место для резиденции, например, буквально несколько месяцев назад в Индии решили бороться с так называемыми лицами, которые получают так называемое резидентство в Объединенных Арабских Эмиратах. Знаете как? Они говорят о том, что мы будем считать вас налоговыми резидентами, если в стране налогового резидентства вы не уплачиваете никаких налогов. Заметьте, никаких налогов. То есть индусы говорят о том, что не соглашение об избежании есть действующее с этой страной, а вы в стране резидентства не уплачиваете никаких налогов вообще, в принципе, со своих доходов. То есть просто народ, который живет в Арабских Эмиратах, индусы, они просто действительно в шоке были от этого предложения. Будем смотреть, конечно, за развитием этой ситуации. Вот я приглашаю Дмитрия для того, чтобы он просветил нас по вопросам, которые поставили уважаемые телезрители. Спасибо. Спасибо, Александр. Но перед тем, как я перейду к конкретным вопросам, хотел отреагировать на то, что вы сказали по поводу вообще приобретения резидентства, лишь бы чтобы оно было. Этот вопрос самостоит постоянно, потому что все клиенты интересуются, как же так я могу быть нерезидентом нигде. Но что я им отвечаю? Я считаю, что, с одной стороны, резидентство – это объективный критерий, который присущий соответствующему лицу в соответствии с нормой местного права. И если вы условно проводите меньше четырех месяцев в Великобритании, меньше полугода в России, то вы нерезидент нигде. На этом они возражают, что ну как, банк требует, хотят и так далее. И порой возникает парадоксальная ситуация, при которой они хотят стать британскими налоговыми резидентами, но в силу этих правил они им стать не могут. Потому что лицо, например, которое имеет только квартиру здесь и больше ничего, чтобы стать резидентом, нужно провести минимум 183 дня по Великобритании. Иначе им не дадут сертификат резидентства. И далее возникает следующий интересный вопрос. Они говорят, а могу ли я подать налоговую декларацию как резидент? Кто будет проверять? Я говорю, вы знаете, мы с таким ни разу не встречались, но, наверное, да. Они воспримутся распростертыми объятиями. Но, то есть, декларацию как резидент подать можно, а сертификаты резидентства вам уже не дадут, потому что будет большая проверка. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Я сталкиваюсь с периодически с ситуациями, когда люди покидают страны, и на них распространяются нормы, ну, не знаю, наверное, как, длящегося резидентства. Прежде всего, это имеется в США, то, что с господином Тиньковым произошло. В другой раз я сталкивался с этим в Ирландии, когда бывший ирландский резидент переезжал в Канаду и продавал ирландскую компанию и должен был заплатить налог. И буквально это даже когда был нерезом. И последняя ситуация, в которой я встретился с этим, резидент Германии, который получил там паспорт, намеревался реализовать большое количество криптоактивов в своей швейцарской компании. И он собирался переехать из Германии в Швейцарию на один год, став нерезом Германии. И, к моему удивлению, оказывается, если вы уезжаете в какую-то страну, то за вами длится след этого германского резидентства. К чему я это говорю? К тому, что совершенно необязательно можно так путешествовать и являться нерезидентом, избегать налогообложения. Потому что местные нормы правила, налоговые, порой длятся и применятся даже вне зависимости от соглашения в избежание двойного налогообложения. Про вопросы. Людмила интересуется, что поднимается под работой, в частности, поднимается ли под этим владение британской компании, участие в совете директоров даже в отсутствии выплат. Это вопрос, который порой встречается. Надо посмотреть на природу директорства. Допускаю, что в России это примерно то же самое, но я в России уже 10 лет как-то работал. В Британии директор – это должность, а не рабочая функция. Это означает, что можно быть директором, но необязательно быть работником. Из этого следует, что можно вполне директорствовать, но при этом не работать. Ну а британские налоговые органы могут возразить, они скажут, но если вы управляете компанией активно, участвуете в совете директоров, наверное, это можно рассмотреть как работу, и тот факт, что вам не выплачивается какое-то вознаграждение, но, например, если компания вам оплачивает командировки и относит стоимость командировок на собственные расходы, значит, косвенно вы получаете вознаграждение, значит, это является работой. Подчеркну, владение компании является акционером – это не работа, но являться директором, скорее всего, да. И лицо, которое приезжает в Великобританию, у которого в России условность личной заводик, и которое руководит этим заводикам из Великобритании, отправляя сообщения, говоря по телефону, это считается работой на территории Великобритании, что может полечь за собой резидентство. Второй вопрос касается возможности перебраться в Британию без инвест-программ, задал его Алексей. Сразу скажу, я не могу консультировать по иммиграционным вопросам, потому что меня, без шуток, могут посадить за это. Ну, скажу то, что я видел. Во-первых, безусловно, существуют программы так называемого инновационного, инновационной миграции, но это непросто. Нужно найти университет или какой-то инкубатор, который примет вас, у вас должна быть инновационная идея. Это дешево, но сложно. Но с чем я встречался повсеместно, это люди переезжают в Британию по так называемым визам единственного представителя. Это когда есть иностранная компания. Иностранная компания отправляет своего единственного представителя в Англию, чтобы тот создавал присутствие. И, с одной стороны, это не требует никаких фактических затрат, но, с другой стороны, требует, собственно, продвижения интересов данной компании. Уверен, Александр вас может посвятить по данным вопросам. Дмитрий, спасибо огромное. Я хочу дополнить только один момент, например, отлячивых так называемых налоговых обязательствах резидента, который выезжает из страны. Например, Германия может, собственно, данный, как говорится, трейс-лет тянуться 10 лет. Если вы учредили траст и являетесь налоговым резидентом Германии, то в течение 10 лет любое распределение из этого траста, даже если вы перестали формально быть по другим критериям налоговым резидентом, презюмируется получаемым налоговым резидентом Германии. Соответствующее решение Верховного суда имеется. Собственно, данное решение, оно вынесено, конечно же, не в пользу налогоплательщика, который решил таким методом отложенного налогового планирования снять с себя налоговые обязательства, и это Германия. То есть, поэтому я все-таки не схожу из того, что вы должны понимать, что, например, у Испании очень своеобразные моменты определения налоговых обязательств, а также репортинга в отношении так называемых иностранных активов. Поэтому многие клиенты, которые уже практически были на грани получения гражданства Испании, проконсультировались с нами, они получили желание, мягко говоря, переехать в другую страну или, собственно, отказаться от гражданства Испании. Если это было не связано с тем фактом, что такие лица получили право на пенсию испанскую. В этой связи, конечно, имеет смысл получать гражданство Испании и получать пенсию в Испании, как, в общем-то, граждане королевства. Если говорить, собственно, о других аспектах, то здесь их может быть достаточно большое число. Я хотел бы передать слово для ответа на вопросы уважаемому Сергею Бландину. Спасибо. Так, коллеги, ну вот здесь я смотрю первый вопрос про санкционное ужесточение. Санкционное ужесточение коснутся только участников санкционных списков. Судя по цифрам, далеко нет. Нет такого понятия, как санкционное ужесточение. То есть человек или компания либо уже под санкциями, либо не под санкциями. То есть вот так. Если вы имеете в виду ужесточение в отношении России, российских резидентов, то здесь, конечно, можно только спекулировать. Но то, что видим сейчас, по 2020 году, из-за ковида, из-за смещения фокуса американских властей на Китай, действительно, все меньше и меньше новых включений в санкционные списки происходит. Дальше. Отслеживание вторичных санкций, опять же, происходит все меньше и меньше. Но, опять же, повторю, все больше российских средних и крупных компаний начинают вводить у себя внутри регламенты соблюдения санкционного законодательства. Это очень важно именно для тех лиц, бенефициаров, акционеров, у кого есть присутствие на Западе, или, например, вилла в Майами. То есть, любой американский резидент, даже если у него тут в России ромашка, рога и копыта, если у него там есть вилла в США, он может считаться субъектом, чем личным правом является правом в США, он обязан соблюдать все американские требования законодательства в отношении санкций. Про это, пожалуйста, не забывайте. Так, Александр, а тут еще есть мне вопросы какие-то? А я хотел вот, Сергей, задать вопрос, знаешь, какого характера? А вот как ты считаешь, вот если ты попал в санкции, ну, я имею в виду заявитель или там гражданин Кипра, например, да, за инвестиции, он не был под санкциями, а через полгода его включили в санкции. В принципе, как ты считаешь, вот с точки зрения закона вообще, обратной силы или там ухудшение прав гражданина, вообще в принципе государства, правильно решать такого гражданина гражданства? Мне кажется, это такой очень дискуссионный вопрос, достаточно сложный, потому что... Александр, есть ответ, опять же, в киприотском законе, ну, там два закона и постановление вот этого Совета Министров с изменениями там три раза вносились. У гражданства есть понятие или презумпция законности, то есть пока не доказано иное, гражданство лица является действующим, полученным в соответствии с установленной процедурой. Киприотское законодательство знает единственный случай лишения гражданства, это в судебном порядке. Поэтому вот обратите внимание, 27 ноября прошлого года власти Кипра опубликовали нотис, уведомления о начале процедуры отзыва гражданству Олега Дерипаскина. То есть эта процедура, тут просто вот они объявили, чтобы европейцы от них отстали. По сути, они могут эту процедуру еще досудебную проводить очень долго, потом им придется обратиться в суд. Пока пройдут три инстанции суда, более того, пройдут три инстанции, потом еще можно будет подать жалобу в Европейский суд по правам человека. То есть условно лишать паспорта, ну по моим оценкам, могут от 7 до 10 лет. Ничего себе, это очень интересная позиция. Подожди, все-таки я добавлю, новые правила, они предусматривают внесудебный порядок отзыва гражданства. Да, но этот порядок можно оспорить в суде, потому что Кипр европейское государство, где верховенство права. Да, здесь действует и Европейская конвенция защиты прав человека, и хартия основных прав человека в рамках права Евросоюза. Понял. Останавливаемся на этом вопросе. Я хотел спросить Дмитрия. Дмитрий, а вот в Соединенном Королевстве очень интересно, а вот это гражданство как-то регулируется или нет? Ну, я хотел сделать комментарий следующего характера. Я не слышал об отзыве гражданства, скажу сразу, ну за исключением случаев, когда девушка поехала воевать вместе с террористами, но это отдельный случай. Но я хотел сообщить о следующем факте. Когда лицо заполняет заявление на получение ВНЖ и потом паспорта, по памяти когда-то там нужно было поставить галочку о том, что все налоговые обязательства были соблюдены. И более того, когда подаешь это заявление, указываешь свой налоговый номер. И учитывая, что данная декларация подписывается с неким заявлением о том, что там содержится правдивая информация, можно сделать вывод, что если ты неправильно платил налоги, то тогда потом тебя гражданство это могут отобрать. И я на этом основании работал с одним клиентом, который, оказалось, не сдавал налоговые декларации перед подарочкой на паспорт. И мы все это дело регулировали, но паспорт ему дали нормально. Кстати, возникает интересный такой вопрос. Налоговый номер в Великобритании не обязательно получать в отсутствии необходимости платить налог. Соответственно, есть лица, которые жили здесь, которые налог не платили, у которых отсутствует номер, но которые подают заявление на паспорт. Соответственно, у них полностью отсутствует налоговая история в британских налоговых органах. Я могу только сделать оценочное осуждение о том, что это определенная зона риска, потому что, когда человек прожил, что получил британский паспорт, нужно прожить здесь 5-6 лет. И резонно, на мой взгляд, задать вопрос налоговых органов, как же ты так долго жил здесь и не платил налоги. У меня нет ответа на этот вопрос, но я бы всегда рекомендовал лицу, подающему паспорту, здесь создавать свою надлежащую налоговую историю, даже пусть и нулевую. Nothing is certain about death and taxes. Как сказал Бенджамин Профранклин в своем бессмертном произведении «Политическая история дьявола». Я хочу просто сказать пару вещей о рейтингах. Я обещал об этом сказать. Что такое рейтинги? Рейтинги, которые любят СМИ, это не что иное, как маркетинговый инструмент. Тот же известный рейтинг известной, так называемой, международной фирмы, которая претендовала на монополизм, он составлен на основе механизмов и публичной информации международной авиационной организации, которая предоставляет такую информацию всем заинтересованным лицам. Они ее просто организовали и поставили свое имя для маркетинговых из целей, что стали тиражировать СМИ. Значит, что такое рейтинг? Рейтинг – это субъективная оценка по конкретным критериям. Иногда достаточно сугубо таким, субъективным, потому что рейтингуется количество стран без виза, где в армии служить, где меньше налога, а также по опросам, чего бы вы хотели. А опросы настолько субъективны, например, у организаций, продающих недвижимость или паспорта. То есть они спрашивают кого? Тех, кто у них купили, или кто бы купил, если бы были деньги. Поэтому я бы призывал не ориентироваться на рейтинге, а строить все исключительно на основе своих собственных необходимостей и нужд. Это очень важно, потому что иначе вы не можете в полном объеме отвечать на те вызовы и те задачи, которые вам предстоит решать, и в будущем, которым вы приходите для решения конкретных вопросов консультантам, а не продавцам. Если вы хотите знать, как вы можете достигнуть результата, приходите к нам. Если вы хотите просто купить, исходя из собственного понимания публичной информации в интернете, не всегда очевидной, объективной и истинной, пожалуйста, идите напрямую к продавцам. Мы в любом случае благодарим вас. Наша панель являлась, я считаю, уникальной, потому что мы обладаем экспертной компетенцией не только в сфере налогов, миграции, санкций или какой-то отрасли права. Мы сталкиваемся с конкретными кейсами, с конкретными людьми, которые думают о том, как потом выходить из комнаты, в которую вошли. Есть так называемые налоги на экспорт патриации не только у людей, но и у компаний. Кстати, не забывайте, те компании, которые сейчас запускают в так называемые специальные административные районы России, да, они получают преференции, но вы не забывайте, что в рамках Европейского Союза нужно будет еще рассчитаться со всеми бюджетами. И тогда вы сможете надеяться на светлое будущее в нашей любимой стране. Да, Дмитрий? Просто поступил интересный вопрос, я хотел на него ответить перед окончанием дискуссии. Конечно, конечно. А Георгий интересуется, следуете получать налоговый номер сразу же, чтобы к моменту получения паспорта была история. Очень коротко. Как я уже говорил раньше, если нету налоговых обязательств, номер получать не надо. С другой стороны, ну, очень редко, когда в прошедшем, скажем, одного-двух лет, налоговые обязательства отсутствуют. Поэтому, на мой взгляд, нормальной превентивной мерой является именно попадать за действующего заявления на получение такого номера. Александр, уж позволю, второй раз рекламировать твой канал. Написал статью по поводу получения номеров. Я после дискуссии сегодня размещу их, и слушатели могут туда обратиться, прочитать там более подробно. Да, добро пожаловать. Присоединяйтесь к нашему каналу «Оффшор Ченнел». Он не только в офшорах, он о легальных способах, собственно, ведения бизнеса, эмиграции, и не содержит практически рекламного материала, в отличие от многих каналов. Мы не занимаемся накруткой, мы работаем с целевой аудиторией. Спасибо огромное за внимание. Рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова